Едкий запах газа накрыл сегодня степной поселок. Около ста звонков поступило от римбуржцев в единую муниципальную службу города. Известно, что жалобы поступали от жителей домов по улицам Джангельдина, Волгоградская, Брестская и юных ленинцев. Неприятно даже в помещении чувствуется запах газа. Но мы почувствовали вот в обед, перед обедом. Позвонили в газовую службу, сказали ждите. Чего, конечно, ждать не ответили. Я проезжал по Волгоградской сюда, я подумал, что у меня там с бензином какие-то проблемы, вот такой запах. А сюда приехал, проверил, нет. А вот в самой атмосфере запах газа ощущается, прям у нас мужики, к любому, подойдите, головная боль от этого появляется. Да ты такой себе, меня тошнит. Я вот здесь весь день, я диспетчером, но невозможно. Как вы думаете, это что такое вообще? Я думаю, какая-то авария или выбор. Откуда взялся этот удушливый запах, сегодня пытались выяснить экологические службы. В местах, где выбросы чувствовались больше всего, они делали замеры воздуха. Известно, что к четырем часам дня неприятный запах почти полностью исчез. У нас происходит отбор атмосферного воздуха и происходит сразу тут же анализ отобранного воздуха. И смотрим по показаниям, как и что. У каждого компонента есть свой предел. Если есть запах атмосферного воздуха, это не значит, что сразу превышение. В зависимости от его концентрации в атмосферном воздухе. А там в дальнейшем уже все это покажет, весь полностью анализ, когда он закончится. По словам специалистов, результаты будут готовы только завтра. Однако показания приборов скажут лишь, насколько в воздухе было превышение вредных веществ. Чтобы найти, из-за кого или из-за чего произошел выброс, тоже понадобится время. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда горожане вздыхают от запаха газа. В начале сентября звонки поступали из западной части города, с района Маяк. Последний случай произошел 10 дней назад. Однако виновников до сих пор не нашли. Специалисты говорят, что определить, откуда идет выброс, не так-то просто, как кажется. В большинстве случаев предприятий на чьей территории происходит подобная авария, а происшествия утаивают. Продолжение следует...